В профессиональный праздник руководитель Пенского подразделения Следственного комитета Дмитрий Лира поздравил своих подчиненных с событием, а также вспомнил, как когда-то возглавляемый им сегодня отдел только формировался. Работа налаживалась постепенно. Сотрудники, как говорится, входили в служебную колею и совершенствовались в своем деле. 13 лет назад указом президента Республики Беларусь в стране был образован и с 1 января 2012 года начал функционировать Следственный комитет. Комитет был образован путем слияния следственных подразделений органов внутренних дел, Комитета государственного контроля и его следователей органов прокуратуры. В принципе, задачи его остались те же. Это полное всестороннее объективное расследование преступлений, разрешение заявлений и сообщений о совершенных преступлениях. Не секрет, что Следственный комитет нашей страны формировался по структуре служебной деятельности по премьеру аналогичного правоохранительного госоргана России. На сегодняшний момент комитет работает в тесном взаимодействии, в том числе с Следственным комитетом Российской Федерации. Идет постоянный обмен опытом, расследование определенных преступлений, назначение ряда весьма сложных экспертиз, которые что-то мы перенимаем у российских коллег, что-то, что немаловажно, российские коллеги перенимают у нас. Самое главное, что взаимодействие крепчает и оно направлено на защиту прав и законных интересов наших граждан. Свою службу в этом отделе в Пинске несет старший следователь Александр Калаур. Его компетенция – это расследование уголовных дел в сфере высоких технологий, в том числе многоэпизодных, представляющих сложность расследования. Недавний пример одного из таких. Гражданка города Пинска путем обмана и введения в заблуждение граждан на территории Республики Беларусь под предлогом продажи различного рода мобильных устройств и иных товаров заводевала денежными средствами указанных граждан. Сложность указанного дела составляла в том, что потерпевшие находились на территории всей страны, в том числе в Витебске, Минске, Гродно, Гомель. С расследованием этой довольно запутанной уголовной истории Александр справился и благодаря его стараниям мошенницу привлекли к ответу. Такой уже успех был и в иных расследуемых уголовных делах, за что старшего следователя отметили наградой. Отметили в этот день заслуженно и других сотрудников СК, а с ними и Екатерину Потапову. Так совпало, что 12 сентября она родилась. Рада, что это событие не осталось без внимания коллег по службе. Это моя любимая работа. Я ее выбирала с детства. Поэтому для меня служба проходит хорошо. Сейчас я могу сказать, что количество женщин в нашем органе, в Следственном комитете растет. Поэтому все обязанности разделяются между мужчинами и женщинами практически одинаково. Дмитрий Лира также отметил, что в Пинском межрайонном отделе происходят нормальные служебные процессы. Кто-то отправляется на заслуженный отдых, переводится с повышением в другие города. Взамен приходят новые сотрудники. Одна из задач, которые ставятся перед ними – служить так, чтобы пинский отдел СК не терял своего профессионализма и статуса одного из лучших в области и в республике.